Добрый вечер. Соответственно, сегодня мы попробуем завершить и рассказать, что такое 144-й псалом. Но прежде чем к этому приступить, там нужен некоторый промежуточный итог и просто понимание всего псалма как некоторого единого церва. Мы остановились на второй половине псалма вообще-то. Дело вот в чем. У него есть четкая первая половина – это о войне. А вторая половина, начиная с стиха 12-го, вот этого. Значит, исправление в нос. Когда наши сыновья растут словно юные саженцы, или даже как саженцы, растущие в юности своей. Вот наши сыновья, они в юности растут как саженцы. Наши дочери, похоже на колонны, изваянные по дворцовому. Я до конца дочитаю. Наши житницы полны, наполняются запасами из урожая к урожаю. Наши овцы размножаются тысячами, десятами тысяч вокруг городов наших. Я вот буквально более-менее перевожу. Наши быки тучные. Нет пролома в стенах, нет беженцев, нет крика ужасов. Ашрей – счастлив народ, которому так. Счастлив народ, бог которого хаше. Значит, я просто вот прочел до конца. И я хочу заметить следующее. Что Псалон на самом деле, тут надо некоторое внимание к частям Псалма. Вот начинается Псалом. Благословен Гошем, твердыня моя, который научил руки мои сражаться и пальцы мои воевать. Он – милость, оплот, убежище, щит, который даровал мне победу. Я смысл перевожу. Далее, для того, чтобы понять 3-й и 4-й стих, надо просто обратить внимание на то, что в 5-м, 6-м и 7-м стихах. Вот здесь. Хашем, наклони твое небо, или твои небеса, как вам больше нравится, и спустись. Вот видеть то, что здесь написано, надо картинкой. Вот представьте себе, свод небес опускается, как такой пандус, как разводной мост. С небес опускается, наоборот, вниз. По нему спускается хаше. В процессе спуска он прикасается к горам, и горы дымятся, подобно вулканам. При этом брок-барак, вот офицер, разошли молнии, пошли молнии, и рассеять врагов, пошли стрелы своим, и тагумам, это то ли в виде смятения, но таким же образом это может быть уничтожить. Расстри руку с высот, выручи, спаси от потопа, от и чужоземцев, от рук чужоземцев. Вот когда мы представляем вот этой картинкой, как хаше спускается, вот в ответ на эту просьбу, с небес вокруг дымятся, это самое, горы летят молнии, то теперь, вот теперь мы понимаем смысл третьего и четвертого стихов. Гашеем, ма адам ватада эгу, бэн и нош ватахашвэгу. Гашеем, что такое человек, что ты знаешь его, что такое, бэн и нош вообще в Танахе, когда говорится бэн и нош, что всегда подчеркивается ничтожество человека. Это вот в русском нет человечек, человечешко вот такое, вот такой вот оттенок у этого всегда. По этому поводу, что такое человечешко, что ты считаешь его за что-то, глагол хаша в пиэле в Танахе, это хошеф думать, а хишэф тахашэф, это считать за что-то, или, например, и зачел ему в заслугу или в праведность, бэн тахашвэгул лидздака, и зачел ему это в милость, то есть человек считается чем-то. Вообще есть, я не буду приводить все три случая, где такого рода рассуждения есть, но в Танахе всегда, когда говорится, что человек всегда рядом, ставится, но ты что-то все равно с этим делаешь. это так в книге Йова, это так в 18-м псалме, например, и еще там есть пример. То есть всегда есть, никогда не бывает, что просто говорится человек ничтожество, всегда обязательно рядом с этим стоит, что ты, Всевышний, считаешься человеком, считаешь его за что-то. В этом смысле очень полезно вспомнить Рава Хиздая Крескоса, который говорит, что Всевышний создал человека по образу своему, но это означает, что свойства человека, они каким-то образом присутствуют у Всевышнего. Вот такая система у Рава Хиздая, но при этом свойства надо умножать на бесконечность. Как раз вот Рава Хиздая характерна легкость обращения его с бесконечностями. И по этому поводу, конечно, Всевышний бесконечно выше человека, но при этом его свойства тоже бесконечно велики. И все время забывают, да, Всевышний несравненно больше, человека настолько больше, что вообще непонятно, что человек, ну как ни что рядом с ним. Но при этом любовь к Всевышнего, заинтересованность в каждом отдельном человеке тоже бесконечно больше подобного интереса человека к другому. потому что человек все-таки обычный, волнует не столько каждый другой человек, сколько его ближние. Семья, соседи, причем чем дальше человек, тем меньше вообще-то нормального человека это интересует. Как говорят мудрецы, сосед поблизости ближе, чем брат вдалеке, но при этом Всевышний, он действительно все время и намного его интерес к человеку намного выше. По этому поводу, какой бы ни был ничтожный человек, все равно Всевышний к нему интерес проявлял. И вот этот зачин, что такое человек, что ты считаешь его за что-то, спустись с небес, опусти панду с небес, спустись на землю, помоги, вот это обоснование. Причем это обоснование во все стороны. Точно так же в другом псалме говорится, что человек он ничто, но ты все положил к ногам его. В книге Йова совершенно обратный вариант. Человек – это ничто, но я страдаю. Почему ты обратил на меня внимание к моему несчастью? Там другой разворот. Но всегда вот это соседство, человек – ничтожество, но Всевышний обращает на него все равно внимание, это обязательный элемент. И когда вы слышите, что Всевышний, будучи намного выше земли, ему человек, как червь, все время забывают умножить вот эту заинтересованность Всевышнего, тоже умножить на бесконечность. Совершенно люди просто забывают повторить эту операцию не только к его величию, но его заинтересованность, к его интересу. Эту операцию провести надо обязательно. И надо сказать, что это рассуждение Раба Хиздая, оно очень важное, по-моему. Кстати, именно вот на этом стихе, вот эти молитвы, покаянные молитвы, ма-ану, ма-ха-ейну, ма-хаз-дейну, вот это ма-ма-ма, что мы, что наша жизнь, что наша праведность, разве не все на свете как будто ничто в сравнении с тобой. Вот это отсюда, собственно говоря, вот это основание к этому месту, основание к этим молитвам. По этому поводу, что есть человек, но одновременно всегда вот к этому ничтожеству обязательно интерес. И в данном случае интерес наклони небеса. Вот это обоснование просьбы. Какой бы я ни был ничтожный, я понимаю, но ты можешь наклонить небеса и уверенность, что ты это сделаешь. По этому поводу в результате победы идет обещание девятого стиха и элло-гим ши-рхадаш а-ши-р-аллах бэ-нэ-вэль а-сор а-зам-р-аллах я спою тебе новую песнь, я сыграю на арфе десяти струн. Но если кого-то интересуют слова, слово навэль, мы точно знаем, что это арфа, мы знаем это из греческих рисунков, где арфа обозначена словом набла. Набла это вот этот навэль. в греческий она переходит в произношении набла и там четко нарисована арфа. Лира это кинор, что мы тоже знаем из рисунка на монете, которая на израильском полтиннике нарисована. Просто копия со старинной монетой. Там даже подписано, что это кинор. Не скрип о современном игрите. Какая песня? Какую песню? Значит, обещание в обмен на это принести, нет, не жертву животных, а принести как бы подношение в виде новой песни. Какой? Ганатэн чуа лаэм лахи лим хапоцэ эддэвит авдо мэхэра фраа. Песня будет ты посылающий победу царям спасающий или избавляющий Давида раба твоего от меча лютого. По поводу слов, я тут считаю, может быть, некоторая психология довольно важная, еврейская. Слово чуа можно доказать с легкостью, что это слово означает спасение. Не менее легко это можно доказать, что это победа. То есть, на самом деле, это некоторая психология, но выясняется, что для библейского иврита неразличение слов для обозначения победы и для обозначения спасения это любопытно, над чем надо подумать, потому что получается, что любая победа это спасение, спасение это победа. Вот это сходство этих понятий, оно, наверное, очень важно. В конце концов, я приду станцевать на твоей могиле, это такое очень еврейское, это будет победа. Да, я спасся, это уже победа. Вот это есть такая сторона в этой истории. И посылающие комментаторы цари, хоть они и цари, но нуждаются в спасении. Это такое, вот если вы открываете средневековых комментаторов, то практически все они, кроме там считанных единиц, упорно говорят слово чуа, ешуа и подобные слова понимают как победа. Я могу доказать и вместе со мной сделают это хороший библейский словарь бидиби, что слово чуа регулярно означает именно победу в войне, воинскую победу. при этом когда вы понимаете слово ешуа, то регулярно это спасение, но обычно это спасение, которое посылается через посредство другого человека, по этому поводу победа царей это не просто победа, это победа войска царя, это не просто спасение, это спасение не спосланное свыше через войско, вот это некоторое важное понимание слова, ну кроме еще одной стороны, которую я в прошлый раз рассказывал, пи цейни выгадцелене мият гнэйны хар, выручи меня, спаси меня в одиннадцатом стихе, вот опять, пи цейни переведено как выручить, но и это правильно, но довольно важно понимать, что глагол паца это открывать дверь, например, в современном иврите паца п, оно библейское, раскрой рот и скажи или раскрой рот и съешь, вот точно так же, паца это открывать, по этому поводу избавления, спасения, как открытие дверей, как возможность выйти, но вот опять, вот это это и есть тот самый стандартный образ, который здесь используется и в этом переносном смысле это слово регулярно в Танахе появляется именно в этом, поэтому лохофитц рассеять как бы по простору всех врагов расшелает, значит по этому поводу описывается счастливое будущее, если значит оно сытое, вот эти описания житниц, быков, овец, при этом описание юности такой счастливой беззаботной юности, наши сыновья, которые растут как юные саженцы или которые в юности растут как саженцы, вот теперь очень любопытный момент, что слово натиет саженцы, да, оно ассоциируется с чем-то гибким таким на ветру, а вот дочери подобные переведено колонно и правильно переведено, потому что реальный образ почти невозможно перевести, потому что мы этих реалий не понимаем, то есть те, кто знают, знают, для этого надо пойти на любую археологическую раскопку в наших краях и посмотреть, как устроено здание, здание всегда устраивается следующим образом, ну почти всегда, значит, угловые, углы здания построены очень аккуратно, из хорошо пригнанных камней, это именно углы, вот четыре угла, если здание стандартно прямоугольником, то четыре угла будут сделаны безумно аккуратно, а вот остальная стена между углов, она делается очень небрежно, вот это некоторые стандарты, ну если мы не говорим о дворцах, хотя там тоже, потому что небрежность прокладки камней между углами, она штукатуркой закрывается, так вот, когда про девушек говорят, что они аккуратно, тщательно сложены, вот это именно тут слово завид, углы, как углы хорошо сложены, хорошо вырезаны, но вот эти аккуратные построения, что девицы, они как бы колонны несущие здания, несущие углы здания, углы являются несущей частью конструкции, и вот это действительно некоторое очень библейское представление о роли женщины, что не случайно Талмуд регулярно говорит, что жена называется двойти, то есть как бы та, которая мой дом, что именно женщина является строительницей дома, и собственно говоря, на женщину возлагается построение того, что на Востоке называется ВА, то есть внутренняя атмосфера миролюбия и любви в доме, вот дзен такой, очень хорошая атмосфера в доме, вы врите термин шломбает, это то же самое ВА, которое на Дальнем Востоке, только у нас это в термине шломбает, благополучие дома, но благополучие атмосферы домашней, так вот девушки это вот те самые несущие колонны, те самые, кто образует несущие опоры семьи на самом деле, вот они как бы именно они являются здесь главными, вот когда описывается это самое благополучие, то это именно так, при этом вот 14 стих в этом отношении очень показательный, вот давайте так, посмотрите, правильная разбитка стиха, она вот такая, вот здесь конец первой части, не хочет, не хочет, нет проломов, нет беженцев, нет криков, ужаса на наших стенах, вот это благополучие повседневной жизни, безопасность повседневной жизни, вот это и есть описание результатов победы, вот до сих пор в книге псалмов, в военных псалмах нету плодов победы, вот это плоды победы, причем совершенно буквальные плоды, сытые овцы, урожай, великолепный урожай раз за разом, нет пролома, нет беженцев, нет криков ужаса, вот это повседневное благополучие, безопасность повседневной жизни, одно из важнейших свойств мирного времени, оно является плодом победы, и в этом смысле надо еще раз вернуться к началу псалма, за счет чего вот это безопасность и благополучие, за счет того, кто научил руки мои воевать, сражаться, а пальцы воевать, вот за счет этого поколения, а это Давид, за счет поколения Давида, который умеет воевать, беззаботная юность следующего поколения, это плоды войны той что часто забываются, и вот теперь для того, чтобы замыкать в кольцо псалом, надо сказать еще одну вещь, что получается, тогда возникает вопрос, вот эти дети, растущие беззаботной юности, а если война, что тогда? ответ Господь научит руки сражаться и пальцы воевать, как самого Давида, который все-таки был пастухом, и его опыт перед сражением с Гелиафом, с Гелиятом, это опыт и на медведей, и на волка твой слуга ходил, это буквально цитата из того, что сказал Давид, и он там, когда ему дают оружие, настоящие говорят, что ему так неудобно, он не так это делает, то есть Гошем научит воевать, когда понадобится, это не значит, что не надо учиться, надо, но вот это умение воевать, это тоже не посылается Гошем прямо или косвенно как-то как-то понятно, да, то есть вот эта идея, вот эта идея замыкания поколений, оно начало и конец, они в некотором смысле закольцованы, это незаметно, это сделано очень аккуратно, совершенно неявно, и в этом на самом деле все так устроено, там куча неявных подразумеваний и намеков, которые надо просто сидеть и думать, что безусловно и правильно, что в разных обстоятельствах можно читать под разными углами, но так, как в данный момент я это читаю именно как военный псалом, именно по случаю войны, то вот такое понимание здесь просто автоматически напрашивается. И, собственно говоря, это вот то, что вот в этом псалме есть. И на этом я хочу вот эту тему 144-го псалма пока закрыть и перейти к псалму 130-му один из самых известных псалмов книги псалмов наряду с 121-м, 23-м, псалмы, которые читают, когда нужно спасение, наизусть, те, которые следует знать, 90-й, 23-й, 121-й, 130-й, их читают по многим случаям, но, скажем, 130-й отличается тем, что он автоматически всегда, когда начинаются, объявляются о молитвах в случае несчастья и в случае, когда нужно просить о помощи, 130-й псалм там обязательно появляется, он самый обязательный, причем по любым поводам, по поводу засухи, по поводу войны, без 130-го псалма никогда не происходит, и для тех, кто там знает европейское, имеет там европейское представление, этот псалом европейской традиции называется дипрофунда из глубин, да, ну, дословный перевод, как он, первое слово из глубин, вот так, мимо маки, вот по этому слову, это дипрофунда, ну, бас профунда, глубокий бас, да, значит, вот теперь, каждый раз, каждый раз читая и обнаруживая, что это тот самый псалом, который из глубин «взываю к тебе», то вообще сразу появляется мысль о том, что это псалом, подобный 121, 121-й псалом, да, вот этот, он же начинается, поднимая глаза горам, откуда придет помощь, помощь от Гошема, здесь из глубин, как бы, и в 121-м псаломе человек находится внизу и смотрит вверх, и в 130-м псалме человек находится внизу и смотрит вверх. Казалось бы, что это одно и то же должно быть, но но на самом деле они очень разные, два очень разных псалма. Давайте чуть-чуть послушаем, вот просто общий смысл. Из глубин «взываю к тебе Гошем, Владыка». Прокимане, что здесь Гошем, а здесь Владыка, Адунай. Прислушайся к голосу маю, пусть прислушайся к молитве моей, если грехи сохранит опять Гошем, это имя я, это имя двух последних букв, четырех буквенного имени, и вообще каббалистически это два, это имя соответствующее нашему миру. По этому поводу, если в нашем мире ты будешь помнить все грехи, да, «Если ты, владыка, припомнишь все грехи, кто же устоит? ибо с тобой прощение ради того, чтобы благоговели перед тобой, я пока просто читаю. Я надеялся на Гошема, надеялся всей душой и на слово его надеюсь, душа моя, ну, подразумевается, устремляется к владыке моему больше, чем утренние стражи, ждет утренние стражи, надейся Израиль на Гошема, опять имя Гошема, ибо с Гошемом милость и многократное избавление выкуп, и он избавит Израиль от всех его грехов». Вот давайте я попробую прочесть, как это положено читать. Ну, где-то так. Ширгамалот Мимамаким Каратиха Адонай Адонай Шим Абе Кулі Тігена Азнеха Кашувот Ликоль Техен Адонай Ми шомрим Лабойкер Шомрим Лабойкер Йехэл Исраиль Адонай Ким Адонай Хахэсет Вэхар Вэйм Мофтуб Вэху Евдей Эд Исраэль Миколь Абонатав Вот где-то вот так нужно читать. Я прошлый раз говорил долго о том, как читают псалмы о это самое. Дело в том, что Таамим в знаке контиляции, по которым я сейчас пытался прочесть, просто у меня голос плохой, они депить не умеют. И София Джей не учат. Но стоит в следующем, что Таамим контиляции знаки, они имеют два основных значения. Это синтаксис и мотив. Знаки указывают, где паузы сильные, короткие и длинные. При этом, как это ни странно, в отличие от остальных, от Кафалов с Харим от остальных книг. Танаха в Дхилим в Йове и Мишле в трех книгах, где используется такая контиляция, значащих знаков очень мало. И на самом деле читать надо довольно быстро, потому что все не главные знаки, их можно более-менее пропускать. По этому поводу вот и в нашем псалме, ежели смотреть за тем, как расставлены знаки контиляции, то, как правило, на предпоследнем слове стоит, в каждом стихе стоит длинная пауза, как бы, и это слово ударное. Предпоследнее слово в каждом стихе, как правило, ударное. Например, пусть будут уши твои слышащими, то есть найти мне человека, которого меня услышишь. Вот ударное голосо моих, вот этот голос будет ударным словом. Точно так же. ки-им-ха-ха-сли-ха-лей-ма-ан ради чего у тебя спасение? Ради того, чтобы благоговели перед тобой. Это вот такой мотив. Теперь, что здесь, на что надо обращать внимание? Ну, первое, вот где контиляция важна, например, вот здесь. Потому что чтение выглядит идейное, вот синтаксическое чтение выглядит так. И с глубин взываю к тебе Хошем. Владыка, слушай сюда, слушай меня. Вот этот вот этот вот Владыка, вот этот Адунаин в начале второго стиха, это длинные слова, но имеет помет зарка, то есть удлиненное чтение и как бы прямая речь. Далее, щим абы кули. Вот теперь это полная неожиданность, потому что вот этот оборот, который услышь голос мой, да, дословно, на самом деле в Танахе предлог Б в этом обороте обычно либо услышь лэколи или слушайся к голосу моему, или услышь к голосу, или этколи, а вот услышать бэколи вот именно с этим предлогом, это слушаться за то, что не слушался голоса моего, то есть не слушался меня. вот это регулярный и стандарт. По этому поводу то, что здесь сказано, это не просто услышь меня, а послушайся меня, сделай так, как я прошу. Это некоторая наглость, конечно же, но здесь это именно это. Вот теперь обратите внимание, а вот здесь вот пусть уши твои будут слышащими леколь, то есть прошу услышь мои мольбы, вот не послушай, вот если вначале послушайся меня, то потом услышь меня, вот это некоторый перепад, который есть. Вот значит это такое необычное несколько места, потому что в молитве послушайся меня, это обращение, оно некоторое такое немножко наглое, но в псалмах. А вот теперь, ежели в 121-м псалме все просьбы, которые будут обращены, которые вознесут глаза горам, все просьбы которые имеются у молящего довольно хорошо изложены, пусть не даст тебе скоттнуться, не спит и не дремлет страж Израиля, пусть Гошем будет стражем твоим, пусть убережет тебя, пусть убережет тебя от физического и психического удара, то, что там в 121-м псалме, то здесь вдруг еще раз вроде бы по первой строке мы можем подумать, что 130-й псалом похож на 121-й, нет, не похож, потому что давайте смотреть, какие здесь просьбы, если грехи, если грехи, припомнишь, будешь хранить Гошем кто устоит, ибо с тобой извините слиха прощения, зачем прощения, ради того, чтобы, вот теперь странная вещь, для того, чтобы здесь не фаль, то есть страдательный страдательный залог, чтобы ты был тем, перед которым бояться, это странная мысль, что прощение, глагол, ира, это же бояться, и здесь всегда проблема, как его надо понимать, вообще сочетание ты прощаешь, чтобы боялись, оно в Танахе есть только еще один раз, а именно в молитве царя Соломона при освящении храма, по поводу того, что сюда придут, здесь будут молиться, и вот ты прости, чтобы тебя боялись, и это непонятно, потому что прощение обычно ровно обратным свойством обладает, того, кто прощает, не очень бояться, но не накажет, и естественно есть две линии комментария, основная, которая говорит следующее, что если нет прощения, то человек согрешивший продолжит грешить, потому что все равно ничем уже все, все потеряно, и не бояться уже нечего, я уже пропал, по этому поводу можно дальше вытворять все, что хочешь, Бога можно уже не бояться, максимум уже все заработал, по этому поводу, для того, чтобы люди могли бояться дальше необходимо прощение, это такая линка, вторая, которая мне, я считаю, очень важной, что глагол «Ераа» боятся, вот этот ключевой глагол, это комментарий Бенезера, то, что я сейчас рассказываю не сюда, он к книге шмот, и по этому комментарию он объясняет, что есть два типа страха, боязнь наказания и боязнь огорчить, вот он так комментирует, пусть каждый боится отца и мать, не боится, потому что у отца и матери есть право отшлепать, или там лишить мороженого, более современного, наказания, или скажут ай-яй-яй, а есть страх, что они огорчатся, твои поведения, вот страх огорчить другого тебе принадлежит спасение ради того, чтобы люди не хотели тебя огорчать, вот перенесите на семейную жизнь, непрощающие родители проигрывают в отношениях с детьми намного больше, чем те, которые умеют прощать, я не говорю, что прощать надо все подряд и сразу, но вот это умение пропустили, продолжаем жить, оно очень важное в отношениях и боязнь огорчить родителей дальше, вот то, что что-то случилось и ты огорчил родителей, это не значит, что ты дальше не боишься больше их огорчать, ты боишься дальше, почему, потому что проехали, родители в какой-то момент должны произнести вот это, проехали дальше, продолжаем жить, вот это здесь, вот это молитва царя Соломона, молитва, а речь царя Соломона при освящении храма, и это, вот эта мысль здесь, ибо тебе принадлежит прощение ради того, того, чтобы мы боялись огорчить тебя. Дальше, дальше, вот я специально пропускаю, пусть Гошем надеется на, пусть Израиль надеется на Гошема, ибо с Гошемом хэсэд, но дальше, главный выгуй евдеет Исраэль Миколь Авната, причем, и он избавит Израэль, выкупит Израэль, от всех его грехов, вот при чтении выгуй евдеет Израэль Миколь Авната, слово Миколь, оно ударно-паузальное, по этому поводу не просто от грехов, а от всех грехов, это вот такое вот ударное слово, но посмотрите сюда, оказывается, ключевые, и на этом псалом кончается. Ключевые слова по всему псалму это прощение грехов. Иными словами, из глубин взываю, это довольно важная вещь, потому что если вы проверим, если мы проверим по конкордации, по книге, где вы можете найти все стихи, где слово употребляется, вы обнаружите, что слово Эмек, ежеречь не идет о долине, а Макин это всегда глубины вод или глубины или бездны земли. По этому поводу и в переносном смысле глубины и бездны это это бездна грехов, грубо говоря. И потому что этот псалом именно правильно. Этот псалом это не молитва о помощи, это молитва о прощении. То есть в этом смысле мы оказывается, что этот псалом скорее псалом Йомкипура. В том смысле, что Йомкипур гейн, когда просят об избавлении, вот это об этом. То есть открытие темы молитв по любому поводу. 131 псалом это та же идея, что и в 144 маану мы ничтожество человек ничто, но ты к нам снисходишь. Вот здесь начинается вот это мы ничтожество только более раскрыто у нас много грехов. И мы не сомневаемся, что ты можешь их простить. Потому что всегда есть надежда, что грех все-таки вот у меня есть дежурная проповедь к Йомкипуру, которую я регулярно произношу в виде короткого анекдота, что это очень важная тема, что перед Йомкипуру, как известно, нужно прощение, просить прощения у тех, кого обидели. Прощение нужно, и это стандарт любой проповеди, прощение нужно скорее прощающему, чем тому, кто просит. Почему? Потому что тот, кто прощает, как бы в момент, когда он прощает, говорит, ну, что было, то было, но наше отношение выше того, что ты сделал, проехали, забыли, мы можем продолжать общаться, как будто ничего не было. Это прощение. Проехали. По этому поводу вот это прощение, ибо с тобой прощение, ибо он выкупит от всех грехов. Вот это как бы Всевышнему прощать нужно не меньше, чем нам. Нам это нужно, чтобы заслужить прощения, а ему, чтобы сказать, проехали наши отношения выше этого. именно об этом псалом. Да, грехи были, но хуевде, хуевде, и он выкупит от всех грехов. Вот это является главным некоторой темой. При этом здесь есть та причина, почему регулярно именно этот псалом начинает, стоит в молитвах конкретными просьбами, я еще раз говорю, не урожай, засуха, война и подобные вещи. Вот на вши я всей душой к владыке своему как бы дальше больше, чем утренняя стража Шумрин Лабокер. Те, кто утром поставлен стражей до утра, ждет утра, придет стража, сменит, и я свободно уйду с поста. Вот что здесь сказано. То есть я жду, когда заалеет восход, вот образ, который за этим стоит, который, что ждет утренняя стража, предутренняя стража, ночная стража, которая ждет утра. Когда заалеет восход, и придет смена караула, я успокоюсь, и смогу уйти, смогу отдохнуть, то есть освобожусь от того, что я должен делать. По этому поводу я жду ответа Всевышнего более, чем вот эта стража ждет восхода солнца. Вот что здесь сказано. Здесь, конечно, это сказано очень красиво, потому что на иврите у нас получается игра слов шумрим лабокер, шумрим лабокер, дорожащие утра ждут утра, вот дословно вот так. Но именно вот эта тема прощения, как предварение к просьбам, она ключевая. И, собственно говоря, вся сила этого псалма именно в этом. То есть еще раз, из глубин взываю о чем? О прощении. За что? За то, чтобы обылили. Мы признаем, чтобы все было. Но мы надеемся на то, что с прощением взойдет солнце, как для утренних стражей. при этом еще одна деталь, которая безусловно важна, это последняя строка, последние две строки. Вот до шестого стиха, это как бы я надеюсь, я прошу, то есть это псалом индивидуальный, это псалом, который каждый читает от своего имени. то есть до шестого стиха, это я прошу, о себе прошу, это мои проблемы. Но далее надеемся Израиль и он выкупит Израиль. То есть идет переход от я прошу к я внутри народа своего прошу. Он искупит Израиль не только меня, но и всех. Это слова вдовы из Шунема, которые произносят пророку Ильиша бытох ами ани юшевет. Я живу внутри своего народа. Я прошу не только за себя и свои грехи, но я не забываюсь, что это будет прощением для всех. Точно так же в молитве вот когда читают молитву в молитву Шмунайсера, вставляют просьбу за конкретного болящего, то там формула стандартная, она есть в любом сидуре, как произносится внутри обязательной молитвы, молитвы за конкретного больного, то там обязательная формула, что ты прошлешь полное излечение такому-то такому-то сыну, такому-то быток шархула Исраиль, среди остальных болящих Израиль. Вот это отсюда, что просьба надо не забывать, что быток, что для всех. И собственно говоря, здесь еще та самая сторона, это почему в Йом-Кипу все идут в синагогу, потому что ну как бы просьба о прощении от имени всего народа, что если простят весь народ, то и меня в том числе, а когда я один прошу, то то ли заслужу, то ли нет. Там вот эта идея единства и слитность с народом, она некоторая важная вещь, но это длинная очень тема, это тема общинности, которая долгий довольно-таки разговор, что ну не сюда на самом деле, в другой раз как-нибудь. Но этот псалом, он именно вот этот псалом о прощении, который тоже о спасении, но спасении через, который начинается с прощения. По этому поводу 131 псалом, именно 130 извините, псалом, это именно тот псалом, который обязательно включается во все молитвы о прощении, которые включаются в псалмы. Можете проверить, я не знаю ни одного случая, чтобы 130 псалом не включался. Это так, но на автомате происходит, но при этом помните, о чем мы тут просим, совсем не о том, мы не говорим конкретно этим псалмом о войне и так далее. Мы говорим о прощении. Причем открытым текстом говорим, тебе это нужно так же, как и нам. Ибо у тебя находится прощение, лиман, вот обратите внимание на ударное слово вот здесь, ударное слово в этом стихе лиман, ради, дабы, ради. Какая цель, ман, это цель, с какой целью у тебя свиха, чтобы люди благоговели перед тобой, чтобы люди боялись тебя горки, чтобы наши отношения продолжились. Ну вот на этом я хочу сегодня закончить. Всем спасибо. Да, замечательно. Спасибо огромное. И за повтор тоже вышло, по-моему, еще лучше. Все, спасибо огромное. Шаббат шалом. Пока. Пока. Субтитры